Привет, друзья! Евгений Петросян – артист, юморист, телеведущий. Много лет подряд он был ведущим «Смеха панорамы», руководил юмористическим театром «Кривое зеркало». В этом театре артист не раз исполнял главные роли. Он запомнился благодарным зрителям как яркий обаятельный актёр, умеющий рассмешить даже самых угрюмых, пессимистично настроенных людей. Евгений Петросян – настоящий мастер своего дела, сумевший заработать себе имя и состояние. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живёт Евгений Петросян и сколько он зарабатывает. Настоящая фамилия Евгения Вагановича – Петросянц. Она не совсем удобна для произношения, и актёр слегка укоротил её. Он родился в Баку 16 сентября 1945 года. Его отец, Ваган Миронович, был известным педагогом, преподавателем Азербайджанского пединститута. Его знания были настолько обширны, что коллеги и студенты называли Петросянца «ходячей энциклопедией». Мама, Белла Григорьевна, была домохозяйкой, но она тоже была образованной женщиной, имела диплом инженера-химика. О карьере юмориста мальчик задумался ещё во время учёбы в младших классах. Как-то раз двоюродная старшая сестра позвала первоклассника Женю с собой на юмористический концерт. Впечатления, которые мальчик получил на этом концерте, просто потрясли его. После войны прошло ещё слишком мало времени. Многие родственники и соседи, потерявшие своих близких, жили в атмосфере скорби и печали. На концерте царило совсем другое настроение – оживлённое, светлое, праздничное, люди смеялись и шутили. Мальчик был потрясён, он понял, что тоже хочет стать юмористом, да таким, чтобы только одно его присутствие веселило и радовало окружающих. О своих мечтах он тут же рассказал родителям. Нельзя сказать, что они обрадовались решению маленького Жени, но они были мудрыми людьми и не стали мешать сыну. Уже в 12 лет Петросян стал активно развивать свой актёрский талант. Он играл в кукольном, народном театре, выступал в роли конферансье, разыгрывал небольшие сценки из оперет. Врождённые артистические способности, подкреплённые неустанной тренировкой, постепенно превращались в яркий талант. В 16 лет юноша решился кардинально изменить свою жизнь. Он мечтает о получении хорошего образования, это можно было сделать только в Москве. Молодой человек уезжает в столицу, где ему удалось без всяких проблем стать студентом Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Молодой человек делает большие успехи, уже через год он стал выходить на профессиональную сцену. Чтобы повысить своё мастерство, Петросян поступает учиться в ГИТИС. В 1985 году получает диплом об окончании этого вуза. Он приобрёл специальность театрального режиссёра. Уже к 70-м годам комик становится известным конферансье, но его интересует и личный успех. Для этого у молодого юмориста есть все данные – яркий талант, выразительная внешность, неиссякаемое трудолюбие. С 1975 года он ставит собственные спектакли на базе Московского театра эстрады. Совсем скоро зрители увидят целый ряд спектаклей Петросяна. Этот комик предпочитает работать в разных жанрах. Он читает фильеттоны, разыгрывает перед зрителями небольшие сценки, создаёт музыкальные пародии, предстоит перед зрителями в роли эстрадного клоуна. Его талант поистине безграничен. Выступление Петросяну нравится широкой аудитории, получает положительные рецензии от критиков. В 1979 году он создаёт театр эстрадных миниатюр Петросяна. Здесь актёр создал настоящий музей истории эстрады, собрав в нём в редчайшие экземпляры афиш, фотографии, журналов, касающиеся истории эстрады. В течение 13 лет знаменитый актёр сотрудничает с Аншлагом. В течение 10 лет, с 1994 по 2004, зрители с удовольствием смотрели авторскую программу Евгения Вагановича. Это была знаменитая «Смехопанорама». В течение долгих лет россияне имели возможность наблюдать за работой знаменитого комика «В кривом зеркале». Это юмористический театр, главой которого был Петросян. Комик часто играл в постановках главной роли, «В кривом зеркале» успешно работали Игорь Христенко, Александр Морозов, Михаил Смирнов, Карен Аванесян, другие юмористы. Евгений Петросян не считает свою творческую карьеру завершённой. Он не любит почивать на лаврах, артист стал активно осваивать новые технологии, завёл аккаунт в Инстаграме. Первой супругой комика стала младшая сестра известной балерины Викторины Кригер. У молодых супругов вскоре появилась дочь, которую назвали Викторины, в честь её выдающейся родственницы. Первый брак совсем скоро завершился разводом. После этого Евгений отправился в ЗАГС с Анной, дочерью певца Ивана Козловского. Этот союз был исключительно коротким, просуществовал всего полтора года. Анна была старше Евгения на семь лет. После двух неудачных браков артист нашёл новую любовь – увлёкся Людмилой, искусствоведом из Ленинграда. Эту женщину зрители несколько раз видели вместе с Петросяном на одной сцене, актёр пытался увлечь её своим творчеством. Но Людмилу не слишком устраивал муж-трудоголик, она очень часто оставалась одна и вскоре приняла решение расстаться с ним. Знаменитая Елена Степаненко стала четвёртой супругой комика. Впрочем, в то время она только мечтала о популярности. Евгений принял выпускницу ГИТИСа в собственный театр эстрадных миниатюр на работу и помог ей сделать имя и карьеру. Четвёртый брак Петросян оказался очень прочным, но летом 2018 года словно гром среди ясного неба прозвучала новость о разводе Петросяна и Степаненко. Елена решила через суд добиться раздела совместного имущества. Состояние пары было оценено в 1 миллиард долларов. Пара имела в собственности 6 квартир в центре Москвы, общей стоимости около 270 миллионов рублей и загородный участок площадью 3000 квадратных метров. На этом земельном участке построен коттедж площадью 380 квадратных метров за 150 миллионов рублей. Супружеская жизнь этих людей закончилась 15 лет назад. Каждый из них давно живёт своей жизнью. Скандал с разделом имущества спровоцировала Елена, которая рассчитывает получить собственность 80% совместного имущества. Возможно, женщине просто обидно, поскольку её бывший муж увлёкся молодой особой – своей ассистенткой Татьяной Брухуновой. В конце декабря 2018 года Татьяна впервые прокомментировала ситуацию. Брухунова подтвердила отношения с Петросяном. При этом девушка отметила, что роман начался в 2013 году, но она не уводила юмориста из семьи, так как супруги на тот момент уже много лет не жили вместе. Спустя пару месяцев стало известно, что Евгений Ваганович купил ассистентке квартиру, в которой была оборудована детская. В конце 2019 года Петросян женился на своей возлюбленной. В марте 2020 года в клиническом центре Дубая у супругов родился ребёнок. Мальчика назвали в честь дедушки – Ваган. В настоящее время, несмотря на преклонный возраст, Евгений Петросян продолжает развивать творческую карьеру. В эфире канала «Россия-1» по-прежнему выходит рейтинговая программа «Юморина», в которой Петросян демонстрирует новые номера. Евгений Петросян давно не значится в рейтингах Forbes, но в число богатых российских пенсионеров входит. Зарабатывает Петросян на заказниках от 700 тысяч рублей. Доход от гастролей составляет до 100 миллионов рублей в год. Продажа прав на трансляцию выступления артиста обошёлся одному каналу чуть более 25 миллионов рублей. Пенсия занимает в прибыли Петросяна последнее место и составляет 20 тысяч рублей в месяц. Друзья, давайте пожелаем артисту много-много счастья, отменного здоровья и всевозможных благ. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!